Медиагруппа «Авангард» представляет Меня зовут Екатерина Рудина, я руковожу группой аналитиков в Каспецке АССЦАРТ. Мы занимаемся аналитикой в сфере законодательства, в сфере стандартизации. Мы занимаемся аналитикой в сфере специфичных требований от наших заказчиков, моделированием угроз, анализом рисков, соотносим их с реальным ландшафтом угроз, с теми данными, которые мы получаем от Сред-ресерч-группы, соотносим их с данными об уязвимостях, которые мы получаем от волнарабилити аналитиков АССЦАРТ. В общем, аккумулируем знания и представляем картину в целом действия. С одной стороны, для наших заказчиков, с другой стороны, для государственных органов, представителей и для международных организаций, таких как консорциум промышленного интернета и организации по стандартизации. Состояние информационной безопасности – это такой пазл, который нужно собирать. Мы занимаемся тем, что собираем этот пазл и анализируем, с другой стороны, какие риски угрожают бизнесу в соответствии с состоянием разных кусочков этого пазла. По всему миру есть такая проблема, что требования к информационной безопасности трансформировались неожиданно в требования к производственной безопасности, к личной безопасности, поскольку вот нас ИТ взяла и вышла в реальный мир. Значит, наши информационные риски, они превращаются в риски для физического мира. И у нас возникает такое понятие, как доверие. Когда у нас вот это комплексное понятие безопасности, личной безопасности, безопасности личного пространства, информационной безопасности, безопасности производственной, безопасности критической инфраструктуры, оно начинает просто становиться безопасностью среды. И требования, которые мы начинаем предъявлять в целом к этой среде, они не ограничиваются только требованиями информационной безопасности. Это называется требование доверия, так называемое Trustworthiness. Я буду рассказывать, как люди из разных рабочих групп на уровне ISO, Международная организация по стандартизации и на уровне IC, подходят к определению доверия, как они закрывают противоречия между производственной безопасностью, информационной безопасностью, безопасностью личного пространства. Можно привести массу примеров, когда у нас, казалось бы, совершенно невинные умные технологии, технологии умного города нарушают безопасность личного пространства человека, то есть privacy. Можно привести массу примеров, когда у нас компьютерные атаки приводят к опасностям в сфере производства. Можно привести обратные примеры, когда неправильно реализованные меры информационной безопасности также могут привести к опасностям на производстве. Это все такой достаточно сложный вопрос, и который, самое главное, очень контекстно зависим. С другой стороны, у нас есть вопросы бизнеса, который управляет своими рисками, согласно уже имеющимся методикам. То есть есть, например, стандарты по обеспечению производственной безопасности, и есть процессы, выстроенные на производстве. И когда мы пытаемся что-то в этих процессах поменять, бизнес, естественно, будет этому противиться, потому что это затраты. Соответственно, нам нужно внедрить вот это доверие, trustworthiness, не затронув имеющиеся процессы. И это настолько комплексная проблема, что действительно она требует подхода на уровне международных сообществ. И люди сейчас собираются из разных стран, разных государств, вне геополитики, вне каких-то там частных интересов, обсуждают действительно, каким должен быть следующий шаг для обеспечения доверенности той среды, той новой среды, в которой мы сейчас живем. Возможно, на некоторое время люди стали уделять информационной безопасности чуть больше внимания, просто потому что мы все попали в необычные условия. У нас еще нет детального отчета за первое полугодие. Абсолютно не удивлюсь, если там получится так, что безопасность, может быть, стала повыше. Но надо понимать, что это может быть и временный эффект. Людям свойственно заострять внимание в необычной ситуации и свойственно терять вот эту фокусировку на вопросах безопасности, когда среда становится для них привычна. Счет еще не на табло. Это все еще происходит, еще ничего не кончилось. Мы увидим, повысилась или снизилась безопасность, поменялись ли угрозы и как. Я думаю, что после 2020 года уже. Потрясающе. Это офлайн. Естественно, не прекращались онлайн работы. И все те конференции, которые были запланированы, они перешли в онлайн. То есть опыт общения не утерян, но это нечто другое. Приятно видеть себя вживую. Редактор субтитров А.Семкин